Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прокурор в теме» в студии Инна Румянцева. Неблагоприятное положение в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанное с неэффективностью управления жилым фондом, изношенностью основных фондов, необходимостью капитального ремонта жилья является одной из самых острых социальных проблем. Этим обстоятельством обусловлено приоритетное значение для органов прокуратуры надзора за соблюдением законодательства в жилищно-коммунальной сфере. О том, как организована эта работа, каковы ее цели и результаты, мы будем говорить в сегодняшнем выпуске. И наш эксперт – заместитель прокурора Самарского района Самары Оксана Громова. Здравствуйте, Оксана Александровна! Здравствуйте! Оксана Александровна, расскажите нам, каким образом вообще построен надзор за исполнением законодательства в обозначенной уже мной сфере? Я могу вообще предположить, что начинается все, и, наверное, этому уделено особое внимание, с оперативного сбора информации за состоянием законности, да, о состоянии законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот расскажите, как вы собираете эту информацию, каковы источники? Важнейшую роль при осуществлении прокурорского надзора, конечно же, играет оперативное получение полной и достоверной информации о состоянии законности на поднадзорной территории. Для этого необходимо наладить систематическое получение этой информации и также ее систематически анализировать. В прокуратуре осуществляется сбор и анализ данных сведений, как посредством использования информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также сведений от контрольно-надзирающих органов, правоохранительных органов, также с использованием систем государственных, именно направленных в этой области. Кроме этого, организовано взаимодействие как с органами власти, органами местного самоуправления, с контролирующими органами правоохранительными. Данный факт позволяет обеспечить функционирование жилищно-коммунальной системы без заметных срывов и в том числе в значительной степени повышает влияние прокуроров на состояние законности в этой сфере. Вот в 2024 году за истекший период какая уже работа проведена в этом направлении? Проведено очень много работы в данном направлении. За 2024 год прокуратуры именно Самарского района города Самара выявлено более 750 нарушений законодательства. По инициативе надзорного ведомства у нас привлечено к дисциплинарной ответственности более 150 лиц, к административной ответственности более 40 лиц привлечено. Защищены права более 100 граждан. Кроме этого, прокуратурой района инициируется и уголовное преследование за нарушения. В 2024 году именно прокуратурой Самарского района организовано преследование двух организаций. Уголовное? Да, именно уголовное преследование должностных лиц двух организаций. Я могу предположить, что надзорная деятельность в этом направлении осуществляется в некоторых каких-то аспектах, в нескольких направлениях. Расскажите, если это так, какие это направления? Да, конечно. Есть несколько основных направлений в данной сфере, на которые обращаются внимание органами прокуратуры. К ним относятся, как и состояние коммунальной инфраструктуры, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, прохождение отопительного сезона, тарифы на услуги коммунальные, как устанавливающие и управляющими организациями, и ресурсоснабжающими организациями, вопросы ликвидации предприятий в сфере ЖКХ, также ущерб от противоправных действий в сфере ЖКХ, и также, кроме этого, у нас и расследование уголовных дел находится под контролем прокуратуры. Какие типичные нарушения выявляются с прокуратурой? Практика прокурорского надзора позволяет выделить несколько направлений, выделяемых нарушений именно в данной сфере. Отмечаются факты хищения в сфере ЖКХ. К ним, как распространенными можно назвать, это оплата фактически невыполненных работ, либо их двойная оплата, также несоответствие объемов выполненных работ, смете, акту приемки, либо вообще, в принципе, фактически выполненным работам. Также выделяются факты отсутствия должного контроля за качеством и сроками проведения ремонтных работ. А вот выявляются факты незаконного прекращения подачи жизненно важных ресурсов? Вода, тепло, газ, возможно? Конечно, это повсеместные нарушения, они выявляются систематически, и газ, и вода, и тепло, все эти факты имеют место быть. А по каким причинам это происходит? Данные факты связаны с недлежащей работой, в основном это ресурсоснабжающих организаций, как именно коммунальщики сами, и также управляющие организации, которые не следят за состоянием общедомового, например, имущества. Поэтому данные факты имеют место быть. А из-за долгов? Кроме этого, из-за долгов тоже могут быть. Если управляющая организация, предресурсоснабжающая организация не заплатила свой долг, ресурсоснабжающая организация может прекратить поставку данного коммунального ресурса. И могут пострадать те, которые оплачивают ресурс, а в общем, из-за халатности, наверное, в данном случае управляющей компанией, скажем, вот такое может произойти? Да, конечно. Такие факты тоже имеют место быть. За управляющие организации, не оплачивая ресурсы перед ресурсоснабжающей организацией, получая при этом денежные средства от граждан, в этом случае выявляются факты хищения денежных средств граждан, которые они уплатили в управляющей организации. Мы вообще любим задавать эти вопросы, кто виноват и что делать, да? Но все-таки вот во всех этих нарушениях, как правило, какие организации, лица причастны ко всем этим нарушениям? Ну вот отчасти вы уже назвали возможных виновников. Кто еще? Ну, основные у нас нарушители — это управляющие организации и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. Далее у нас идут и как ресурсоснабжающие организации, то есть те, кто поставляет этот ресурс. И не оставляют в любом случае внимание свое. Это органы местного управления, которые на них также возложены полномочия по обеспечению надлежащей поставки коммунальных ресурсов гражданам. То есть круг ответственных лиц очень широк, на самом деле. Есть с кого спрашивать. Да. Я сегодня прошу вас прояснить такой вопрос, который, наверное, волнует очень многих, если не всех, собственников жилья. Является ли нарушением законности в сфере ЖКХ укладнение управляющих компаний от заключения договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования? И часто ли такие факты вы скрываете? Не сказать, что часто, но они имеют место. Управляющие организации нередко уклоняются от заключения договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования, но это даже входит в общую скупу их полномочий. То есть на управляющую организацию возложена обязанность содержать общее домовое имущество. То есть для чего ее, в принципе, и привлекли жители этого многоквартирного дома. То есть к ним могут относиться и кровли, и лифт, и подъезды. То есть все, что относится к общему имуществу собственников жилого помещения, выявляются нарушения в деятельности как раз управляющих организаций. А чем это объясняется? Именно вопрос, если зациклиться на вопросе именно внутридомового газового оборудования, это связано с недавним только изменением законодательства. То есть управляющие организации не были подготовлены. Либо управляющая организация, проходя этапы заключения всех этих договоров и подключений именно к этой системе, сталкиваются с проблематикой. Неверное оформление документов, и уже в организации не принимают этот документ, приходится повторно это делать, например. Говорить именно об виновном уклонении, здесь я бы не стала говорить так. Здесь именно сталкивание с процедурой оформления. То есть мало опыта в этом вопросе. И вы вскрываете эти ошибки, обнаруживаете, и предписание, наверное, указываете на эту ошибку, чтобы исправились. Ну, в данном случае, либо если факт нарушения уже имеется, мы вносим представление, как прокурорское реагирование. В случае, если еще факт нарушения законодательства нет, то есть сроки соблюдены, но есть процедура, которую они немножечко нарушают, которая могла бы привести к нарушению срока, то объявляем предостережение главному директору, например, управляющей организации. Что касается содержания лифтов и придомовых территорий, много там нарушений? Нарушения тоже есть. Нельзя сказать, что их нет. По лифтам бывают вопросы, это качество выполнения работ по замене, то есть либо качество приобретенного имущества, то есть с лифтами. В основном не связанные с управляющей организацией, но они с ними сталкиваются и несут ответственность за это, если не качественно приобретенный лифт. Должны следить за качеством установки, также соблюдение пожарной безопасности при установке данного лифтового оборудования. Если говорить про придомовую территорию, то здесь и очистка дворовой территории, уборка ее постоянная, так же, как, например, зима сейчас. От снега, очистка как двора, так и кровли. От сосулек и снега. Должно быть все вовремя. Ну вот сейчас начат не так давно новый очередной отопительный сезон, и, насколько я знаю, конечно, прокуратура уделяет большое внимание подготовки к этому периоду всех организаций, жилищно-коммунальной сферы, которые в этом задействованы. Расскажите, пожалуйста, вот об этой работе. Данный вопрос, в данном вопросе мы обращаем особое внимание. В 2024 году, вот с начала отопительного сезона, к нам уже поступило 15 обращений от граждан об отсутствии отопления. В данном случае мы принципиально реагируем на указанные факты, незамедлительно начинаем проверочные мероприятия, принимаем весь комплекс мер реагирования в отношении виновных лиц. Так, например, вот в этом году мы уже внесли представление в администрацию Самарского внутригородского района за надлежащее исполнение ими полномочий по обеспечению надлежащего качества ресурсов. Кроме этого, наша работа нацелена на фактическое восстановление прав граждан, то есть незамедлительную поставку им ресурсов. Вот, насколько я знаю, еще одна притча в языцах. Нарушение прав, нарушение закона при производстве работ по капитальному ремонту МКД, там, где привлекаются средства фонда содействия, реформирования жилищно-коммунального хозяйства. С чем в основном связаны вот эти нарушения? Данные нарушения связаны как начиная с выбора подрядной организации, которая будет заниматься данным ремонтом, так и приемкой данного вида работ. То есть мы следим за тем, кого выбрали, правильно ли выбрали подрядную организацию, поскольку подрядная организация, проводящая капитальный ремонт, она включена в определенный реестр. То есть лишних привлечь их к данной работе нельзя. Дальше мы следим за контрактацией, сроки выполнения данного ремонта. Зачастую подрядными организациями нарушаются сроки выполнения капитального ремонта. Они как связаны в основном с тем, что не допускают собственники жилого помещения к себе, чтобы заменить трубу, ту же самую инженерную систему. Управляющая организация не допускает накровлю, чтобы заменить какой-либо элемент ее. В принципе, просто обследовать его. Также в данном случае при пропуске сроков мы тоже принципиально реагируем на них. Мы вносим как предостережение до истечения сроков, когда видим, что возможно нарушение сроков исполнения контракта. Вносим представление, если срок уже нарушен. И даем оценку административной ответственности за нарушение сроков. Кроме этого, далее, при уже приемке этих работ, зачастую встречаются факты, как несоответствие объемов выполненных работ по смете. Одно указали, а в акте приемки прописали совершенно другие. То есть денежные средства граждан и также фонды реформирования ЖКХ в излишнем объеме затрачены. Качество выполнения работ мы тоже за этим следим. После приемки обязательно выходим с комиссии, проверяем, как провели эти работы. Все ли они сделали в соответствии с требуемыми нормами. Здесь тоже выявляются незначительные нарушения, бывают и значительные, которые, например, при проведении работ по кровле к затоплению квартиру уже потом граждан ведет. Мы стараемся превентивно сначала не допустить этого, но если уже факт совершен, можем помочь гражданину и в суд обратиться, взыскать весь ущерб, который ему причинен. Понятно, услышали вас. Как справляются со своими полномочиями в оговоренном направлении органы местного самоуправления? Органы местного самоуправления в данном случае, если говорить про капитальный ремонт, они задействованы в составлении реестра подрядных организаций, они занимаются выбором. В принципе, здесь нарушений как таковых не выявляется. А органы местного направления, они связаны со составлением плана проведения этих работ, то есть установлением сроков, когда капитальный ремонт должен быть произведен. Мы следим за тем, чтобы в региональной программе капитального ремонта не было аварийных домов, которые подлежат исключению, либо иные дома, которые не подлежат капитальному ремонту, не были включены в него. Вот как обстоят дела с жильем для переселенцев? Я тоже тут хочу сделать акцент на сроках, конечно же, и, конечно, на том, как осуществляется приемка этого жилья. В основном нарушения выявляются именно в приемке жилых помещений. Редко, но встречаются факты приобретения некачественного жилого помещения, несоответствующего требования законодательства, и зачастую встречаются нарушения именно сроков передачи жилого помещения от застройщика в орган местного управления, то есть нарушения контрактов. В данном случае также принципиально реагируется и представление, и административная ответственность рассматривается, и также дается оценка уголовно-правовой составляющей. Вы уже отчасти ответили мне на этот вопрос. Просто хочу спросить вас о количестве обращений в органы прокуратуры, не только по вопросам отопления, а вообще. Сколько поступило обращений, поскольку все-таки, как мы видим, есть нарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве в этой сфере, поэтому сколько обращений и на что в основном жалуются граждане? Данных обращений немало. За 2024 год поступило более 230 обращений, но необходимо отметить, что из них обоснованными признано более 20%. То есть не все обоснованными являются, где принимаются меры реагирования. В данных 20% в обязательном порядке приняты меры прокурорского реагирования, виновные лица наказаны и права граждан все-таки восстановлены. Основными вопросами, с которыми обращаются к нам граждане, это и вопросы отопления, о которых мы сказали, вопросы благоустройства территории придомовой, и также вопросы по предоставлению и качеству предоставления коммунальных ресурсов в данные жилые помещения, и также вопросы залития как жилых помещений, так и подвальных помещений. Ну вот смотрите, когда человек оказывается в какой-то кризисной ситуации, в аварийной ситуации, да, тут важно понимать, что нужно предпринять вот в данный, в настоящий момент, чтобы защитить и свое имущество, да, и свои права, и потом было проще защищать эти права в ближайшем будущем, да, нужно понимать, как действовать. Вот расскажите, например, что делать человеку, собственнику жилого помещения, если его на последнем этаже затопило? В данном случае первоначально гражданину необходимо аварийную ситуацию все-таки устранить, чтобы не продолжалось дальнейшее повреждение его имущества. Устранить и зафиксировать этот факт. Каким образом? Необходимо, то есть вызвать аварийную службу. Вызывая аварийную службу, она как раз фиксирует данный факт, устраняет его и фиксирует, что факт залития был. А если он самостоятельно уже устранил? Даже если самостоятельно устранил, необходимо вызвать сантехнику управляющей организации, поскольку акт об залитии составляется именно комиссией управляющей организации. Этот акт будет свидетельствовать о факте залития и уже послужит встать на путь именно взыскание ущерба, который причинен гражданину. То есть нужен документ, подтверждающий, что вот случился факт залития. Потому что не будет этого документа, и потом ничего не докажешь. Не докажешь, да. Имея данный документ, необходимо провести претензионную порядок возмещения ущерба. То есть если последний этаж, скорее всего, значит, управляющая организация не провела текущий ремонт кровли, не обеспечив безопасности и качественное проживание гражданину в своем жилье. Сейчас получается виновата управляющая организация. И претензия направляется именно к ней. Потому что в данном случае обсуждать устно с управляющей организацией смысла нет. Лучше сразу направить документ с приложением акта об обследовании и, возможно, уже проведена даже оценка. Оценка ущерба. Оценка ущерба. Это надо самостоятельно проводить с каким-то независимым экспертом? Это было бы неплохо провести именно независимому эксперту, поскольку данный документ будет уже считаться в суде как доказательство. Если же не провести эту оценку, а просто самому рассчитать тот ущерб, который тебе причинен, в суде все равно придется проводить эту оценку. То есть все равно вынужденная мера. Хорошо. Как в суд подавать вот это исковое заявление? При подаче в суд искового заявления было бы неплохо, в принципе, переговорить с юристом. Консультацию нужно. Консультацию, да, провести с юристом, который скажет, какие доказательства собрать, что необходимо расписать, как правильно составить исковое заявление. А вот как меняется алгоритм действий собственника жилья, если пролив, вот этот залив, затопление произошло во время ремонта кровли? Если ремонт кровли проходил в рамках капитального ремонта, то есть фондом капитального ремонта проводился, то претензии выставляются именно в фонд капитального ремонта. И он будет заниматься вопросами возмещения ущерба. То есть все то же самое, просто адрес меняется, кому претензии предъявляются. Как быть гражданам, которые не могут самостоятельно заявить о своих правах? Если гражданин в силу своего возраста, состояния здоровья, недееспособности, либо иным уважительным причинам не может сам обратиться в суд, то в защиту его прав может обратиться орган прокуратуры. В ноябре этого года в Самарском районе поднадзорном вам несколько человек осталось без отопления. В связи с этим, да и вообще с начала отопительного сезона в прокуратуру вы говорили 15, по-моему, обращений. Именно вот что касается отопления, качества поставляемых услуг. Какие меры реагирования были приняты? В данном случае, как повторюсь, внесено представление в органы местного самоуправления, которые у нас в настоящее время находятся на рассмотрении. Кроме этого, наша работа направлена на возмещение убытков, которые им причинены. То есть за некачественную, либо ненадлежащую поставку коммунальных ресурсов граждане имеют право на перерасчет за недопоставленный им коммунальный ресурс. То есть мы добиваемся именно того, чтобы ресурсоснабжающая организация не выставляла счет за то время, пока отопления в доме не было. То есть ресурсоснабжающая организация сама должна эти дни исключить из оплаты, высчитать, как-то поменять цифры в квитанции? Или это обязанность или право граждан самим какие-то претензии, опять же, предъявлять? Если факт отсутствия ресурсов, зафиксирована ресурсоснабжающая организация, то да, она самостоятельно исключает оплату из-за квитанции. В случае, если же ресурсоснабжающая организация не знала об отсутствии отопления, либо об некачественной поставке, то есть температура в доме была низкая, а в данном случае гражданин должен сам зафиксировать этот факт и написать заявление в ресурсоснабжающую организацию с приложением документов, подтверждающих то, что у него действительно не было отопления, не было воды, не было газа в данный период времени. Ну вот, если жители самостоятельно могут обращаться за перерасчетом, скажите поподробнее, какие все-таки основания для перерасчета? Основаниями для перерасчета являются как некачественное предоставление услуги, отсутствие данной услуги, то есть перерывы в поставке ресурсов. Тут имеется в виду не только отопление, тут и вода, и газ, и электроэнергия. Да, да. Все ресурсы, которые поставляются. Это в случае, например, отсутствия счетчиков. В основном это применяется. Поскольку если счетчик есть, там по счетчику все и рассчитывается. В данном случае при отсутствии счетчиков как раз либо есть льготы какие-то, например, у пенсионеров на снижение оплаты, либо, например, если человек отсутствует дома более пяти дней, то есть он тоже также имеет право подать заявление о перерасчете. Куда надо обращаться за перерасчетом? В какой форме? Заявление можно написать в свободной форме, перерасчете. Можно также в сети интернет найти бланки. Они везде распространены. Данные заявления с документами, подтверждающими факт обращения, направляются в ту организацию, которая поставляет этот ресурс. Все данные можно найти на квитанции, которые приходят ежемесячно. Ну, зима наступает. Это напряженный для всех период с точки зрения проблемы очистки придомовой территории от снега, да, и, конечно, крыш от наледей, от сосулек. На что вы бы хотели сегодня обратить внимание жителей МКД? Именно практика прокурорского надзора показывает, как только наступает зима, проблема именно очистки придомовой территории и кровель от снега и сосулек, она повсеместна. Управляющие организации не справляются со своевременной очисткой. Жителям необходимо обратить внимание на сами факты, поскольку, например, органы прокуратуры, как мы среагировали сейчас, мы внесли предостережение в управляющие организации, чтобы они не забывали о необходимости своевременной очистки. Но сам факт неочистки территории мы зафиксировать тоже не сможем, поскольку это и ресурсы, и время. Поэтому гражданам необходимо обращаться как в управляющую организацию, говорить о необходимости очистки, в органы местного самоуправления, либо также к нам обращаться, чтобы мы зафиксировали эти факты и уже приняли все необходимые меры реагирования в отношении управляющих организаций. То есть уже карательного характера, так скажем. Это их дисциплинарная ответственность, привлечь к административной, и рассмотреть вопрос уголовной ответственности. Ну, кстати, раз об ответственности речь пошла, уголовная ответственность когда наступает? Уголовная ответственность наступает в случае, если гражданам причинен вред жизни, здоровью, либо их имуществу. В данном вопросе рассматривается привлечение к уголовной ответственности по статье 293 за халатность. Ну, к сожалению, часто такое, то есть нередко, я так скажу, такое случается, трагедиями заканчивается, когда наледи, оползни всякие с крыш, и действительно получают и материальный ущерб, и самое главное вред здоровью, или даже потере жизни. Вот в этих трагических ситуациях возможно ли получение компенсации за моральный ущерб и за причинение вреда здоровью? Да, конечно, в данном случае возможно, и мы помогаем потерпевшим в данном случае составить исковое заявление как в рамках уголовного дела, либо обратиться в гражданский суд, в суд общей юрисдикции, с заявлением о возмещении как материального ущерба, так и компенсации морального вреда. А обращаться куда нужно? Все-таки вообще со всеми вот этими нарушениями куда следует обращаться гражданам? В данном случае, если все-таки вред причинен имуществу, либо жизни и здоровью, здесь уже вопрос уголовного преследования всегда открыт. Мы реагируем на данные факты очень резко, как органы прокуратуры, так и правоохранительные органы, то есть уголовное дело здесь, я думаю, будет в любом случае. В прокуратуру обращаться? Да, обратиться в прокуратуру, также в правоохранительные органы, можно как в следственный комитет, либо в полицию. Там уже определят в любом случае, куда направлять дальше. А уже вопрос компенсации вреда причиненного, поскольку прокуратура и также назор осуществляется за расследованием уголовных дел, мы следим за этими делами, и в любом случае даже сами связываемся с гражданами и спрашиваем о необходимости оказания им содействия в данном вопросе. Ну, дай бог, не понадобятся никому такие обращения. Все-таки, коль скоро речь идет о бдительности самих жильцов, многоквартирных домов, напомните, пожалуйста, с какой периодичностью все-таки должны убирать снег, крыши с наледи, вот, пожалуйста, коротко, потому что время программы подошло к концу. Получается, у нас коммунальная служба обязана убирать снег за 3-12 часов, устранять гололед на проезжей части за 4-12 часов, а на тротуарах и пешеходных дорожках до 24 часов. Срок уборки у нас отсчитывается после окончания снегопада, а гололед у нас с момента его обнаружения должен устраняться. И сосудки с крыш тоже так же? Так же, да. Если же выпадение осадков обильное, то здесь уже немножечко другой регламент. Если в течение суток идет снег, то там уже в течение суток уборка и производится. То есть немножко мы зависим все от погоды. От погоды. Наше эфирное время подошло к концу. Оксана Альцентна, благодарю вас за исчерпывающую информацию. Напомню, сегодня гостем в студии была заместитель прокурора Самарского района Самары Оксана Громова. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова